В Приморском крае создано более 200 территориально-общественных самоуправлений. На их поддержку направлено 280 миллионов рублей. Так, например, в этом году ТОС «Первый Луговой» стал одним из победителей конкурса проектов, который реализуется при поддержке губернатора Приморья Олега Кожемяка. Жители Луговой 68 получили полтора миллиона рублей на благоустройство спортивно-событийной площадки. И за несколько месяцев все было реализовано. Очень радует, видите, по атмосфере дети счастливы. Мы с Викторией приложили очень много усилий. И что я заметила, праздник открытия 2 сентября у нас был. И мы с Викторией практически в один голос сказали, а ведь это стоило того. Были эмоции от детей, от взрослых. И мы прямо сказали, что мы не зря все-таки прошли этот путь. На площадке установлены спортивные тренажеры, детский игровой комплекс, а также обновлено покрытие. Мы принимали активное участие в создании этой площадки. И мы довольны, конечно, и дети довольны, и родители довольны. И вот эти ходилки у нас просили пенсионеры. И мы удовлетворили их просьбу. И вот, как бы, все довольны. Спортивная площадка. Спортивная площадка. Там детку колечки больше всего нравятся. Понравилось в новой спортивной площадке то, что там резиновое покрытие и удобно бегать. Олег Кожемяка оценил работу ТОСа на Луговой и поблагодарил инициативных жильцов за первый шаг в благоустройстве своей территории. Спасибо вам большое за то, что вы, вот скажем так, отважились на этот шаг. Потому что все новое сложно воспринимается. Сможем ли вы? Действительно сделали такой подарок для жителей. И самое главное, что я так понимаю, что это первый шаг. Мы, во-первых, будем увеличивать суммы, те, которые выдаются ТОСам. Вот. И они будут предусматривать по отдельным ТОСам до трех миллионов. Поэтому вы уже можете проводить какую-то комплексную работу и дальше расширять. Мы готовы на это идти. И я еще скажу, что с учетом того, что вы и первый, и такой большой дом, чтобы позанимались фасадом дома. Вот. Ну и, наверное, где-то там внутри что-то посмотрели. Чтобы он уже в комплексе отвечал. Также граждане обратились к губернатору с просьбой на пересечении улиц Луговая и Сабанеева сделать для детей скейт-парк. Олег Кожемяков поддержал данную инициативу. Очень здорово. Нарисуйте проектик с тем, чтобы, допустим, молодежи можно было посмотреть. Камеры поставьте, включите туда видеонаблюдение, освещение включите. Ну и людям старше, по крайнейшему, чтобы лавочки были посмотреть, как молодежь там, их там внуки или дети занимаются, катаются. Вы сложите усилия с двух ТОСов, а мы сейчас их расширим, эти возможности. Вот. То есть будем увеличивать сумму. Я думаю, что вполне хватит для того, чтобы ее и обустроить красиво, и озеленить, и сделать доступной для ребят, и поставить красивый скейт-парк. Отметим, что в мае по инициативе главы региона открыт Центр гражданских инициатив, где специалисты консультируют всех, кто хочет объединиться в ТОС и в дальнейшем участвовать в конкурсах грантов. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.